Не получится уснуть, не получится уснуть снова. Всякие там журналы, как история Эрика Бартона. Эта история начинается в 2005 году, когда работающий на какой-то там фабрике паренюк по имени Эрик Бартон получает травму. Он получает травму на работе, по счастливой случайности ему там выпиливают пенсию какую-то, и семья его радуется, потому что понимает, что на эту пенсию можно где-то там в глубинке Америки прожить хорошо. Они начинают искать место где-то там подальше в глубине Америки, где можно там жить, не тужить. И тут жена Эрика Бартона по имени Шелли Мартин находит работу в штате Мэн, в городе под названием Пол Майро. И ура, 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 сбывается мечта, абсолютно простое место вдали от людей, очень все дешево, потому что там холодно и нет людей. И они спокойно вместе со своей дочкой по имени Челли, Челси, Господи, Шелли, Челси, и сыном, имя которого не упоминается в рассказе почему-то, значит, они переезжают в это замечательное прекрасное место, и им достается приблизительно вот такой вот дом американский, приблизительно такой дом. Вот, в общем, обычный такой американский, в общем, среднестатистический дом, но перед которым, перед входом в который обычная американская штука, там, перила, место для парковки машин, машин, гравийная дорога, небольшая там клумба, и за этим там огромным 100 метров ширины полоса, которую ты должен там ездить, подстригать, как и все люди в Америке. Из этой полосой твоей, значит, земли находится уже лес какой-то там, в общем, штата Мэн, то есть с елками там, в общем, дикий-дикий лес. Вот, они приезжают туда, и видят, что там еще не просто дом, но там еще есть барн такой небольшой, небольшая такая ферма, типа гаража, что-то такое, там раньше фермер там держал какие-то свои там тракторы или что-то такое. Все, все рады, жена говорит, все, мужики, давайте, делайте там свой гараж, вот, переносите туда все там свои инструменты, оружие, все, что есть, короче, давайте, давайте. Туда все, в доме оружие, чтобы не было. И они начинают обустраиваться, в общем, жена ходит на работу, семейка ничего не делает, дочка не работает, сын собирается там в колледж что-то поступать, вот. Наслаждаются жизнью, там что-то красят траву, что они там делают, я не знаю, в общем. Но по вечерам они сидят на своем, значит, балкончике впереди дома, качаются там на своих креслах, качалках, пьют кофе и радуются там птичкам, значит, которые чирикают, там рыбкам, которые рыбкают, там зайчикам, которые зайкают. И они наслаждаются реально жизнью, просто красоте, муж не работает, там ковыряется в машинах с сыном, там в чем-то. Жена ездит на работу, с работы, денег просто нормально, живут, радуются. Вот они сидят одним вечерком, наступает уже осень там какая-то, прожили они там пару месяцев, и вот они с сыном видят, как в лесу, прямо у них там 200 метров их вот эта подстригательная площадка, и в самом лесу бегают огоньки какие-то, быстро ходят туда-сюда, они думают, наверное, это туристы какие-то, заблудились в лесу там с фонариками, они бегут туда, люди добрые, выходите к нам сюда, но вместо этого разбегаются эти огоньки, просто все, убежали, короче. Проходит еще несколько дней, снова они видят эти огоньки, вот, они начинают медленно с сыном, значит, они там медленно подходят к этим огонькам и видят, что огоньки вначале там снуют, снуют, туда-сюда бегают, а потом где-то там в глубине леса превращаются в ярко светящиеся несколько объектов, которые как-то ярким таким лучом начинают светить, светить, светить. Муж, как его там зовут, Эрик Бартон со своим неизвестным сыном, они в лес, чтобы посмотреть, короче, что это такое, вот, наступают там на какую-то палку, палка хрустит, гаснет свет моментально, и сын, и отец, они ясно понимают, что с одной стороны леса, там, где светились вот эти вот огни, вдруг начинают медленно, потом быстрее-быстрее бегать, убегать от них какие-то существа, причем, судя по топоту, довольно большого размера, они думают, наверное, бляха-муха, волки, или, наверное, медведи, короче, какая-то такая штука, что давай-ка мы отсюда из леса побыстрее, они тук-тук-тук-тук из леса сваливают, вот, с оружием на следующий день днем приходят туда, ничего не находят вообще, никаких следов, ничего нет, вот, они такие, так, значит, там, пьют кофе, снова покачиваются, выходные, им к ним приезжает бойфренд их дочки Челси, и они такие, молодая пара, знать не знает про это событие, значит, и они такие, ну, мы пойдем тут, типа, погуляем с собачками, вот, и отправились там с собаками гулять, там, где-то, и где-то в лесу, значит, там, ходили-ходили с собачками, тропиночка идет какая-то там в лесок, О, они по этой тропиночке с собачками в лес там, с горки на горочку, камушек там с камушком, вот, смотрят, тропиночка идет, оп, там вверх-вниз, они по тропиночке, и выходят к огромных размерам входу в гору, в огромную просто, к огромной какой-то пещере, которая кажется как заваленная там где-то в глубине, но плохо видно, заваленная она или нет, в общем, короче, не дует оттуда ничего, просто огромная, короче, какая-то дурень, значит, и они начинают там туда что-то кидать, в общем, кричать, никаких звуков оттуда нет, но собаки хотят очень быстро покинуть это место, значит, бойфренд этой дочки по имени, господи, прости, Челси, чтобы же повыпендриваться перед там своей девочкой, он думает, сейчас, он говорит, сейчас я туда зайду, посмотрю, что там, узнаю, что там такое, значит, он начинает в эту пещеру заходить, и с его слов он услышал очень сильный низкий рык, как будто бы там какое-то огромное существо предупреждает его, типа, типа, не ходи сюда, паренек, не надо сюда ходить, собаки, от этого рыка, значит, драпака, и, значит, молодая пара, не солоно там, налюбившись, возвращаются домой, значит, сидят они дома все, значит, дочка там ушла, там, спать, в общем, все нормально, остальная вся семья без бойфренда и дочки сидят, значит, на порче, качаются и думают, в общем, что-то такое, медведи не медведи, что происходит, вот, вечер, и туманчик такой начинает ползти просто из леса, оп, такой вечерний синий туман, похож, оп, выходит, вот, они к этому времени, жена с работы привозит огромный такой фонарь такой, и начинают она фонарем светить туда, они видят опять огоньки там где-то в лесу, туман, и жена начинает светить в это место, в общем, там освечивать все это, и она высвечивает пять фигур, которые вышли из леса и сидят на подстриженной лужайке, там метрах 130 от их дома, вот, с горящими глазами пять медведя-человека, в общем, непонятно каких, в общем, существ, вот. Нюхают. Одно существо поднимается на передние ноги и просто выглядит, как человек, и смотрит, короче, на, значит, нашу семью, Эрика Бартона и Шилли Мерли, вот, те смотрят в ответ, вот, и вдруг семья это видит, какая-то группа вся, начинают к ним просто скакать огромными просто скачками, свизгом семья просто бросается, все закрывается, там жалюзи, окна, форточки, все, что можно было, значит, удары в дверь начинаются, они хватают там все подряд на эти двери, чтобы их утяжелить, там все набрасывается, сами перебегают на второй этаж, каким-то образом пытаются там завалить вход на второй этаж, даже чтобы если те пролезли на первый этаж, чтобы там по узкой лестнице к ним там не смогли добраться, все, уже наготове там держат какой-то диван, мама будет, будет дочку с бойфрендом попалили, вот, те в шоке вообще не понимают, что происходит, что с глазами матери, вот, что с глазами дочери, вот, но все видят уже со второго этажа, с окон, как вокруг дома лазят то на четырех ногах, то на двух ногах существа с горящими глазами и которые переговариваются каким-то образом с друг другом, и то делают на лед, там что-то пытаются выцарапаться, добраться, то потом, в общем, расходятся, вокруг дома ходят и снова там что-то прибармачивают, вот, они просто все в шоке, собаки где-то под кроватями там сидят вообще выходить и не хотят, усами шевелят, выходить вообще не хотят, значит, смотрят все из окон, с одной стороны спальни и другой спальни, как на крышу, которая над порчем находится, запрыгивает огромное просто какое-то существо и ходит по этой крыше, принюхиваясь и присматриваясь, допрыгнет он или не допрыгнет к тому окну, в котором вот с такими глазами, короче, люди сидят и смотрят, короче, на все это. Значит, как описывают люди, которые, значит, кто ходил у них по крыше, вот такое существо они описывают. Значит, волна за волной идут попытки их просто сожрать, растерзать, это существо ходит на крыше, с крыши командует остальным четырем, пытается несколько раз прыгнуть, чтобы в окно, в это, короче, либо в эту сторону допрыгнуть, не получается у них. Все, проходит время какое-то, семья слышит по гравию, через гравийную дорогу, короче, убежали эти существа, ушли. Все, ушли, нету. Значит, они в шоке. Что делать? Что делать? Полночи только там прошло, там четыре часа утра или что-то такое. Значит, муж к мужу по имени Эрик Бартон приходит. Офигительная идея. Я выбегу сейчас через переднюю дверь, сяду в машину свою и проеду там 10 метров до гаража. Вот, гараж открытый. Я туда заезжаю, двери за собой закрываю, беру ружья и, короче, начинаю всю эту, короче, нечисть, в общем, угощать свинцом. Ему говорят, не надо, папа, не ходи, папа, все, ладно, не надо. Нет, я пойду. Значит, он выходит, паренек этот, вот, к машине. И в это время срабатывает над его головой motion detector свет. Вот. И он теряет вообще видение, значит, ночное видение, как сумеречное зрение теряет, не видит вообще ничего. Из-за того, что очень ярко вдруг засветил, значит, этот фонарь. Люди эти, которые в окнах сидят, из-за яркого света тоже перестали видеть вот эти вот существа. Значит, мужичок там что-то пытается открыть и слышит, как уже по гравию, вот, от него там, наверное, 3-4 метра, по гравию кто-то шуршит. Он бросает все, все свои идеи там поехать за ружьем и свои какие-то там 3 метра от машины обратно в дверь пробегает просто спринтерски там за 3 секунды, там с полторы, ноль, тридцать, тридцать секунды. Значит, сыня разокрывает дверь. Они снова дверь эту заваливают шкафом и снова слышат, как кто-то, короче, пытается к ним забраться. Снова начинаются штурмы. Все. И утром штурм прекращается. Все. Существа расходятся. А ночью эти же люди, они звонят в полицию, конечно же, в истерике. Они там звонят в 911. И отвечают, люди дорогие, помогите. Это мы, Эрик Бартон и Ширли Мырли, в таком-то, таком-то месте нас атакуют какие-то фиг, что поймешь, существа. Вот. Полиция местная. Еще не совсем хорошо знать, значит, эту семью. Может, они там решили там бурбончика выпить. И говорят, ну, вы там закройтесь, в общем, в доме. Давайте мы завтра приедем, потому что это, может быть, енот какой-то, вы по пьянике там приняли. Может, там волк какой-то, собака там пытается добраться к хозяевам. В общем, что угодно может быть. Поэтому давайте мы, вы закройтесь. Ни одно живое существо, типа, к вам не влезет дикое в дом человеку, если он там только. А медведей, вроде там шатунов, не сезон. И семья, это, значит, вся, значит, досидела до утра. И утром к ним приехала полиция. Первое, что увидели полиция, увидала полиция, и первая фотография, и пока единственная, которая, в общем, в публичном доступе находится, это фотография входной двери семьи Эрика Бартона и Ширли Мартина. В отличие от прошлой истории, которую я вам рассказывал, эти ребята не заставили себя ждать. Они моментально собрали вещи и смылись с этого места, а куда никто не знает. Как, конечно же, елы-палы, потом выяснили всякие там природолюбители и ботаники, и всякие там историки, что действительно в этом лесу, где живут Эрик Бартон и Ширли Мирли, в городе Палмайра, находится святая пещера индейцев, которые жили в этом месте. И вот эта пещера, которую они увидели, это место поклонения индейцев, которые каким-то образом, видимо, перестали этому делу поклоняться, а может быть, тоже наложили какое-нибудь проклятие, когда их белые господа убивали и порабощали и уничтожали на американской земле. Вот такая вот история. Она вошла, она случилась в 2005 году и вошла в историю Америки, как происшествие с Эриком Бартоном, с Эриком Бартоном. Все, ребята мои, вот такая вот история. Все, я же обещал, не получится уснуть. Не получится уснуть. Не получится уснуть. Не получится уснуть. Снова. Я хожу по улицам Дью-Йорка, будто кот Угна по Донейонке, везде шар и зимы столя Дождики ангелов Я хожу по улицам Дью-Йорка